Что такое Инстаграм в 2019 году? У меня это не Инстаграм, это уже какая-то просто дичь. Я не знаю. Ребята, всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет актуально для тех, кого интересует Инстаграм. Инстаграм как бизнес-площадка, как место работы, как метод выражения себя и вот всякие такие штуки, которые помогают вам продвигать свою страницу, продвигать свой бренд и прочее. Также подписывайтесь на мой Инстаграм, раз тема зашла уже о нем. Подписывайтесь на этот канал. Мне очень важна, ребята, ваша поддержка. И я извиняюсь сегодня за свое лицо. Возможно, оно выглядит странно, потому что у меня сейчас, у того, как я делала макияж, у меня окислился тональный крем и начало все ужасно чесаться. Я припухаю, как вы знаете, я аллергик. Не знаю, что случилось. Вот. Что такое Инстаграм в 2019 году? В 2019 году сегодня у нас с вами очень сильно поменялся Инстаграм. Я зарегистрировала свой аккаунт аж в 2012 году, а то и раньше. Просто первая фотография была выложена у меня в 2012 году. И знаете, это был просто личный аккаунт человека, который окончил школу и выкладывал, да, всякие кошечки, собачки, мои новые туфельки и так далее. И уже позже, гораздо позже, я начала пробовать вести Инстаграм как-то вот, как смотря на других, мне стало это очень интересно, мне стало интересно фотографии, у меня появился фотоаппарат. И знаете, я очень-очень много всего перепробовала за время введения в Инстаграме. У меня было очень много, достаточно много сложностей, которые как бы связывали развитие этого аккаунта. Во-первых, моя статистика вот такая, потому что я то вела, а то не вела. То есть я не занималась этим как-то серьезно или профессионально, я просто делала это для себя, мне это нравилось. Я вообще не рассматривала Инстаграм как площадку для заработка. И уже когда я начала рассматривать ее такой площадкой, у меня возникли, конечно, сложности в развитии аккаунта, потому что появилась и вообще в Инстаграме существует очень большая конкуренция. Сейчас я немножко вам расскажу про стиль введения, про оформление аккаунта и так далее. За время введения аккаунта, сейчас вот здесь появится телефон, и я вам продемонстрирую свой аккаунт. За время введения Инстаграма у меня менялась миллион раз цветовая гамма. И самое печальное, вот, смотрите, за все вот это время у меня в чем была проблема. Я фотографировала исключительно на фотоаппарат, как вы видите, и обрабатывала на компьютере. Дело в том, что у меня достаточно дорогой игровой компьютер, но у него очень большая проблема с цветопередачей. Он постоянно дает в синий оттенок. И, например, какое-то время мои фотографии все отдавали либо в синеву, либо в серость, потому что я не могла... Либо наоборот, они были очень теплые, потому что я пыталась перекрыть вот эту вот синеву. Было достаточно сложно обрабатывать, и мне приходилось скидывать на несколько мониторов, телефонов, на планшет, смотреть, как это все смотрится. И, знаете, это такая большая морока была. И столько времени уходило на ненужные вещи, что как бы периодически я на это все забивала большой болт. Сейчас лента моя выглядит вот так. Сейчас я вам покажу. Пришло окончательно уже все к теплой гамме, минимум обработки и больше работы со светом. Конечно, сейчас у нас в Санкт-Петербурге зима, и это значит, что света практически нет. И вот, знаете, последние фотографии сделаны у меня практически в один день все. Ну, по крайней мере, фотографии 6-7 вот из того, что вы видите, это сделано практически в один день. Приходится просто ловить солнце в самом прямом смысле и как-то с этим работать. Что могу сказать? Про обработку я могу снять отдельное видео, как я сейчас обрабатываю, потому что за последние пару недель вы меня спрашивали, какие фильтры я использую, что я делаю и так далее. На самом деле, сейчас я пришла, вот, наверное, к идеальному варианту обработки. Я трачу вообще как никогда мало времени на это, и получается то, что мне, по крайней мере, нравится. Если раньше вот эти все фотографии я пыталась обрабатывать пресетами на компьютере, вот, кстати, здесь очень синюшная какая-то розовая фотография, вообще непонятного цвета, мне совершенно не нравится, и я видела все это по-другому. Еще тогда у меня стоял китайский экран на телефоне, потому что я разбила свой айфон тогда, и он тоже очень плохо передавал цвет, то есть у меня не было возможности посмотреть, как вообще на ваших устройствах, как вы видите эти фотографии. У меня, ну, это бесконечная беда была и трэш какой-то. Про обработку я вам сказала. Сейчас я пришла просто к тепло-цветовой гамме, оформила вот эти хайлайты. Мне это сейчас нравится, и пока что на этом все. Про обработку я вам сниму. Дальше хочу сказать, что Инстаграм сейчас начал чистить ботов, и у людей списываются сотнями, сотнями, сотнями аккаунты. У меня тоже начали отписываться всякие боты, мертвые аккаунты и так далее, но я еще прикладываю к этому руку и чищу их вручную. Если раньше мне приходилось чистить, например, ботов и разные мертвые аккаунты вручную, я делала это таким образом, что добавляла людей в черный список, и потом их оттуда убирала, и таким образом они просто были отписаны от меня, не находясь в черном списке. Сейчас появилась новая функция. Вы заходите на свою страничку, и, например, видите какие-нибудь мертвые аккаунты, я не знаю, какие-нибудь магазины. Например, вот. Вы можете нажать на вот эти три точки и удалить подписчика, то есть раньше этого не было. У меня очень старый аккаунт, и он вообще не попадает в топы, его Инстаграм не продвигает. Я пыталась покупать платное продвижение именно от Инстаграма и Фейсбука, и в эти моменты, да, у меня были пики активности, и потом просто опять мертвая тишина. Инстаграм хочет, чтобы вы покупали только платное продвижение, хотя я не понимаю, в чем тогда смысл Инстаграма, где индивидуальность, вот этот вот интерес к аккаунтам, к настоящим и так далее. Мне это непонятно, здесь пропадает творчество, здесь появляется, да, чистая коммерция, но все же это не очень справедливо, ведь очень много аккаунтов интересных в Инстаграме, которые имеют там 200-300 подписчиков, и, собственно, о них никто не знает. А всякий мусор и хлам попадают в топ. Ну, я не хочу об этом много говорить, я думаю, вы это знаете. Например, еще. Сейчас, 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 сейчас. Например, еще. Что я терпеть не могу в Инстаграме, то, что у меня вызывает кровотечение глазное, это всякие совершенно дурацкие вот эти вот видео, и я занимаюсь тем, что... Я не говорю сейчас про конкретные аккаунты, я просто показываю, что я делаю. Например, вот видеть меньше таких публикаций, видеть меньше таких публикаций, видеть меньше таких публикаций, таким образом вы чистите свое, как бы, вы чистите свою вкладку в топе, вот эту популярную страничку, да, которая на поиске находится. Потом обновляю, и я в надежде, вот, у нас уже меньше вот этой всякой ерунды становится, хотя еще всякие котики присутствуют. Мы тоже нажимаем видеть меньше таких публикаций, видеть меньше таких публикаций. Сейчас я не конкретно к людям это все отношу, я просто такого контента хочу видеть меньше, поэтому я могу сделать такой свой выбор. Вот, и вам советую, если вам не нравятся какие-то публикации, какие-то видео, делайте так же, и тогда ваша лента будет максимально-максимально подобрана под вас. Это очень классно, я считаю, и стоит на это потратить время, там, пару минут. Вот, если вы видите подобные публикации, вас они раздражают, просто, просто избавляйтесь от этого в своей ленте, в этом нет ничего такого, вы просто делаете свой выбор. Вы уже знаете, что в этом году, скорее всего, инстаграмы заменят вид ленты. Если у нас всю жизнь с вами был инстаграм, который мы листали вот сверху вниз, получается, да, или снизу вверх, ну как, то сейчас инстаграм хочет, чтобы мы листали с вами справа налево пальцем, свайпали, как, было как просмотр истории. Я, честно, не знаю, как к этому относиться пока что, я не представляю, каким образом это будет реализовано, и сколько продержится это обновление. Помните, например, у нас было такое, что stories стали не просто ваши аватарки, а такие с предпросмотром ваших историй. Сейчас они исчезли. И никто вообще об этом не говорит, все уже об этом забыли. То есть это совершенно, видимо, было не нужно, и никто не переживает по этому поводу. Сейчас я покажу вам, о чем я говорю конкретно. Вот смотрите, когда я открываю свой аккаунт в этом браузере, он выглядит у меня вот таким образом. То есть у нас сместилась линия подписчиков и подписок, как все это стало внизу, да, немножечко. Но у всех почему-то по-разному отображаются вот эти вот наши с вами аккаунты. У кого-то так, у кого-то вот как у меня, просто по-старому, у кого-то еще каким-то образом. И у меня не было, например, обновления, когда аватарка сместилась вправо. Сейчас я вам покажу фотографию. То есть вот к такому виду, скорее всего, Инстаграм придет в этом году. И у меня, например, не было такого обновления. Но у большинства людей было, и об этом много есть видео на Ютьюбе и так далее. Я не знаю, как к этому относиться, хорошо это или плохо. Вообще не в курсе. Но сейчас речь о том, что Инстаграм хочет изменить именно вид основной, как бы, ленты своей. Не сверху вниз, а слева направо. Я не знаю, как это будет, текст ли будет. Я еще подумала о том, что, может быть, тогда люди больше будут читать текст. Если, например, это будет фотография, и сразу на нее будет целый, ну, вот весь текст, который написан под постом. Таким образом, подписчик не будет пропускать какую-то важную, интересную информацию, если она таковой является, да. А когда мы сверху вниз листаем, у нас весь текст скрыт, и мы можем многое пропустить. То есть, может быть, это с этой целью сделано, но я не представляю. Если у вас есть, кстати, скриншоты, если у вас было такое обновление, мне очень интересно, пришлите, пожалуйста, мне в Директ. Вот на мой Инстаграм. Так, теперь хочется пару слов сказать о трендах. Вы уж меня извините, я так сумбурна, я никогда не снимала такие видео, и это такое просто на расслабоне с вами разговор. Про тренды давайте поговорим, про обработку, что сейчас вообще в Инстаграме активничает. Я смотрела несколько видео СММщиков, каких-то блогеров, которые снимают на тему Инстаграма и так далее. Все как один говорят о том, что теперь не важно, в одном у вас стиле лента или совершенно разные разноплановые фотографии, то есть в разноцветовой гамме и так далее. Я не знаю, насколько это действительно нравится, например, аудитории. Мне кажется, что когда лента более-менее в одном хотя бы, ну не оттенке, нельзя так сказать, в одной гамме, когда они не все как бы подогнаны, вот все фотографии одинаковые, когда они, да, они разные, но они все же сохраняют какой-то общий стиль, какую-то общую тенденцию, вы видите вот стиль конакретного человека. Это очень интересно, мне кажется. Но при этом фотографии должны быть разноплановые, я считаю. Сейчас речь идет о том, да, что вы можете вообще любую-любую-любую фотографию загрузить, и все покатит, все пройдет. Я вижу в этом свои плюсы и свои минусы. Как я уже сказала о минусах, теперь о плюсах. Это дает больше возможностей, то есть это дает большую свободу, это большее творчество, и это очень классно. Поэтому, ребят, выбор только за вами. Но, кстати, я здесь могу вставить голосование, или тут оно будет, или тут, от YouTube. Напишите, как вам больше нравится, когда лента все же в более-менее одном стиле, я не имею в виду, когда все, например, синие, или все фиолетовые. Просто более-менее в одном стиле. И... Или те профили, которые совершенно имеют разные фотографии, и все такое разноплановое. Вот проголосуйте, пожалуйста, если вам не сложно. Дальше о чем? Я просто здесь в телефон смотрю, у меня написана заметка, поэтому у меня глаза вниз постоят. Дальше. Давайте поговорим про сториз. У всех упала активность даже в просмотрах сториз. У меня также, абсолютно так же. То есть раньше это было в 4-5 раз больше просмотров. Я так думаю, что люди просто отписываются от сториз, то есть не хотят это видеть, и остаются какие-то там совсем близкие люди, или которым вы очень интересны, и они готовы там 10 ваших историй за день посмотреть. И мне тоже надоедают сториз. Я понимаю, что когда я что-то загружаю, мне, например, это очень интересно, я хочу поделиться, но вам это не так может быть интересно. И, конечно, после некоторых просмотров моих историй люди просто отпишутся. И с этим возникает большой конфликт. Нужны ли вообще тогда сториз или нет? То есть смысл тогда в них? Если все сейчас как-то отписываются от них, я вот просто поголовно об этом слышу, что все отписываются от сториз, каких-то определенных людей. Ну, не хотят они это видеть. И также, мне кажется, это вообще, наверное, какая-то трата времени сидеть и смотреть, там вот у вас 200 подписок, и вы всех же не просмотрите. Вы там быстренько щелкните первые 2-3 аккаунта и закройте это все дело. Я потому что делаю так же, и я не знаю, нужно ли это вообще. Опять-таки, ответьте, смотрите ли вы в сториз, или все же это не очень нужная функция. Здесь еще одно голосование будет, потом я опубликую результаты, мы с вами поговорим в следующем видео об этом. И насчет сториз. Раз уж мы заговорили, вы знаете, что сейчас актуально, не знаю, насколько, правда, актуально, но многие говорят о том, что реклама блогеров эффективна, и можно покупать рекламу своих аккаунтов у каких-то известных блогеров. Мне кажется, да, если вы закупитесь рекламой у 10-15, наверное, блогеров в месяц, наверное, это даст какой-то прирост, но в целом, судя по статистике, судя по отзывам, которые оставляют люди на это, это все бессмысленное занятие. То есть, они покупают рекламу у блогера, у которого 100 тысяч подписчиков, и к ним приходит, ну, 5 человек, ну, 7 человек. Но это все такое, понимаете, это не очень эффективно. Мне кажется, сейчас это менее эффективно, потому что, вот, листаешь сториз, опять-таки, там одна реклама аккаунтов. Постоянно вот эти вот калажики, там, Лиза занимается тем, что она путешествует по миру с 5 долларами в месяц, или вот счастливая мама, у которой есть свой бизнес, и вот еще что-то. Это ужасно бесит, потому что, как можно вообще подписываться на гигантское количество людей и реально их читать, или реально их смотреть? Я сейчас отписалась от всех там лишних аккаунтов, у меня где-то 230 подписок, по-моему. Сейчас проверю. 252 у меня подписки, и я даже не успеваю всех, конечно, смотреть. Я, наверное, раз в неделю прокручиваю ленту, и то, наверное, это даже реже происходит, чтобы я вот прям сидела и сидела в Инстаграме, ленту свою смотрела. Это очень редко. То есть, скорее всего, это будут первые 2-3 поста, которые вот прям вот в самом начале, да, выскакивают. А дальше вы скрываете Инстаграм, занимаетесь своими делами. И опять-таки, давайте еще одно, извините за кучу голосований, но если вам интересно, мне это очень интересно для статистики, для того, чтобы понять аудиторию, напишите, переходите ли вы по вот этим вот аккаунтам, а по вот этим вот аккаунтам, которые блогеры, известно, рекламируют. Мне очень интересно, я ни разу не покупала рекламу у блогеров, и когда у меня просят рекламу, я, например, предупреждаю о том, что я не знаю, какой будет приход, потому что это настолько неуловимо, то есть, вы можете вообще не попасть во вкус, или людям это вообще неинтересно будет. Поэтому вот голосование, переходите ли вы по таким аккаунтам, в рекламе, по рекламе. На такие профили заходят, люди себя как-то позиционируют в шапке профиля, сейчас вот вообще прям такой бунт, вы должны просто себя показать, будто вы на войне. Типа я зашла недавно к какой-то девушке или женщине, я даже не стала листать ее страницу, просто реклама была от блогера, я перешла, и по-моему, это было даже случайно, я не помню, но первое, что было у нее написано, что кино и вся ваша жизнь это полнейшая скука, я покажу вам, как нужно жить, и дам вам такой типа заряд, что вот вообще просто я, я звезда. Меня просто воротит от этих людей, я блокирую, и чтобы меня это даже нигде не высвечивалось. Как можно себя так позиционировать, как можно продвигать соцсети, инстаграм таким образом, как это вообще может кому-то быть интересным, я не очень понимаю, честно. И что меня также бесит, ну, понятно, что вот эти все аккаунты счастливая мама-жена с датами рождения, со всеми данными, чуть ли не адресами, где вы живете, с подробностями, и определяющими словами, да, вот этими мамочка-жена, это тоже немножко не мое. Но что меня совсем вот сейчас выводит из себя, это то, что я сейчас уже про сториз мы даже говорим, когда листаете сториз, сейчас появилась там реклама, вот эта вот от инстаграма. И везде, каждый день абсолютно одинаковые у меня видео выскакивают, склажики, или как это называется, с тем, что вот это супер-смм-курс, отправь мне сообщение, получи чек-лист, как продвинуть свой инстаграм, как стать такой-то крутой, как набрать 200 подписчиков, ой, 200 тысяч подписчиков за месяц, 100 тысяч, 10 тысяч, они обещают совершенно разные цифры. Вот скажите мне, неужели у каждого человека должно быть по 200, по 300 тысяч подписчиков? Это вообще нереально, по статистике, это никогда не будет реальностью, так же, как, например, не будет всех богатых людей. Такого не будет никогда, есть равновесие, всегда, и не будет такого никогда, но эти люди постоянно об этом говорят, напоминают, что нужно, 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 о чем их блоге, это об смм, как бы, да, о таком отдаленном смм, я бы сказала, это скорее просто тупо продвижение инстаграм, как набрать подписчиков и все такое, но вся информация, которую эти люди дают, она абсолютно одинаковая, она абсолютно, я считаю, бесполезная, потому что у одного человека выстрелило вот с этими советами, потому что он проплатил свою рекламу в инстаграме, 40 тысяч потратил на фейсбуке, а у другого человека не выстрелит, потому что он не сможет заплатить эти 40 тысяч, и вот это меня реально раздражает, что там какие-то люди пишут, что ведут конспекты по этим аккаунтам, я просто вот сейчас недавно видела этот аккаунт, я не буду называть никаких имен совершенно, я не хочу этого, но меня это огорчает, то есть в чем тогда вообще смысл инстаграма, не знаю, не знаю, ребята, это просто как-то не по мне, то есть меня, например, такое отталкивает, мне, например, не хочется этого сразу видеть, и вообще, мне больше нравится про стиль, про моду, да, для кого-то совершенно скучно, но мне кажется, что инстаграм сейчас, это больше эстетика, это больше все же визуальная часть, потому что, что бы я ни делала, например, тексты, не тексты, фотографии, не фотографии, когда в общих тенденциях наблюдаешь за инстаграмом, это в целом про эстетику, я так думаю, что инстаграм, это об этом, ютуб, это информация, а инстаграм, это все же визуальная такая вот, бред какой-то сказал, возможно, сейчас, ну ладно, также о минусах инстаграма, которые сейчас процветают, это гивавей, спонсорство, у меня в день приходит по 7-8 сообщений, о том, что не хотите ли стать спонсором, также мы раскрутим ваш блог, 100 тысяч подписчиков за 10 рублей, и так далее, я вот вообще раздражаю безумно, почему до сих пор это все рассылается, почему на это тратится время, ведь никто не пользуется этими услугами, ни один человек, я думаю, не пользуется этими услугами, и тоже вот эти все гивавей, призы, блоги раскидываются на айфоны, вы представляете, какой-то кошмар, например, какой-то проходит вот этот конкурс, у человека в день выстреливают, там, не знаю, 50 тысяч подписчиков, 100 тысяч комментариев, ну, все там отмечают друзей, все приходы ради айфона одного, там, на миллионную аудиторию, а потом от этого человека все эти люди просто сразу отписываются, и вы представляете, как это портит статистику, во-первых, а во-вторых, кому нужны такие подписчики, которые вот ради конкурса только на вас подпишутся, потом отпишутся, ну, это вообще, я не знаю, меня это, это не инстаграм, это уже какая-то просто дичь, я не знаю. Возможно, видео получилось достаточно длинным, я очень извиняюсь, оно такое сумбурное, не четкое, не четкое, разбито по категориям, я надеюсь, что я позже сниму вам о более конкретных вещах, уже может быть по вашим вопросам, которые вы будете оставлять внизу, о своем мнении об инстаграме, что он для вас сейчас значит, потому что я как создатель контента, если я так могу себя называть, я не могу понять аудиторию, то есть у меня постоянный конфликт, я не очень понимаю, что интересно людям все же, просто вот эти вот все глупые видео в инстаграме, со всеми вайнерами и прочим, я, например, этим не интересуюсь, я не говорю, что прям эти люди дураки, нет, достаточно очень умные люди, которые зарабатывают деньги, я понимаю, но мне, например, это неинтересно, для меня это не инстаграм, инстаграм для меня, это больше про эстетику, это красивые фотографии, это больше как, ну, вы поняли, стиль жизни, образ жизни, да, вот, и напишите, может быть, то, напишите о том, что он для вас значит, что такое для вас инстаграм, что вы хотите там видеть, это очень важно сейчас для создателей, поэтому я очень надеюсь, что это будет интересно не только мне, но и тем, кто зайдет в комментарии и посмотрит, вот, ребят, пишите, да, также свои вопросы, о чем бы вы хотели, чтобы я сняла по теме инстаграма, если это кому-то интересно, потому что за, сколько получается, за 7 лет аккаунта, который у меня был, мне есть, что вам рассказать, есть чем поделиться, у меня не супер популярный блог, но тем не менее, у меня вот такая вот сложная ситуация была с инстаграмом всегда, поэтому, ребят, если хотите поддержать, также подписывайтесь на мой аккаунт, можете там мне писать вопросы, я потом их опубликую, и мы с вами обо всем поговорим, лично во мне, я очень рада, что вы посмотрели это видео, увидимся в следующих видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok